В зрительном зале неожиданно гаснет свет, звучит таинственная музыка, на сцене мелькают какие-то силуэты, а на пеньке – тыква. Этот символ чужого праздника здесь лишний. Автор идеи фестиваля – режиссер Одинцовского любительского театра Светлана Лапшина. Дружная команда артистов театра постаралась подготовить искрометное шоу, чтобы никому скучать не пришлось. Сейчас на сцене все участники конкурсов. Их таких ярких и разных зал приветствуют аплодисментами. В девичью команду бабок записался даже Михаил Смирнов из Одинцова. А вот две подружки из Трехгорки заблудились в лесу и не успели пройти аккредитацию. Выступать придется вне конкурса. Не дожидаясь приглашения к презентации, первой себя представила заморская яга. В общем, я красивая, гламурная, на характер спесивая, гламурная, на фигуру стройная. В общем, я самая достойная. На все происходящее на сцене спокойно смотрит директор Людмила Филина и худрук Мария Овчинникова. В стенах культурно-детского центра Немчиновский всегда побеждает добро. Наша русская баба яга на самом деле очень многогранная. У нее разные черты характера. И чаще всего в сказках она добрая. Она помогает найти Иванушке свою суженную, указывает путь, добывает живую и мертвую воду. Так что она очень положительный персонаж, я считаю. Чтобы получить завидный статус, самый обаятельный и привлекательный, участникам конкурса надо пройти несколько этапов. Во-первых, представить себя во всей красе, проявить смекалку, мудрость, если надо ловкость, вдруг придется лететь на метле. А еще доказать знания живой природы, соорудить букет, подарить любимому человеку и станцевать с ним. Жюри конкурса оказалось не просто справедливым, принципиальным. Участие мужественного Михаила Смирнова оценили на 2 и 3 балла. Зато единогласно присудили победу Натальи Мороз, музыкальному руководителю детского сада номер 65 города Одинцова. Сколько выдумки! Задора было в ее выступлении. У нее даже веб-дом кружился в танце. Группа поддержки Натальи Мороз представилась на плакате. Мы не тусом, мы не банда, мы отличная команда. Второе место было присуждено настоящей русской бабке Келине Беловой из Немчиновки. Кристина Тарасова, выйдя на сцену в скромном одеянии, заявила, пришла бороться за свои права. Почему баба-яга старуха сагбенная? Разве она не женщина, современная, стильная? За несколько минут Кристина сменила костюм, изменилась до неузнаваемости. Красавица, хоть на подиум выходи. Но такая борьба за права не получила должной оценки жюри. А вот зажигательная блондинка, актриса из театральной студии «Кураж» из Голицына, была признана самой веселой и находчивой. Она приехала в Немчиновку с личным папараццием. Наблюдатели свои отметила особую роль в нашей жизни отрицательных персонажей. Отрицательные герои стали отрицательными только из-за того, что они неправильно себя в течение жизни все вели. Я детям так объясняю, что отрицательного героя нужно пожалеть. Потому что, если вы будете плохо себя вести, то, может быть, ваша душа тоже вылезет наружу, и вы будете похожи на тех же кощей в бесплетниках, бессмертных, и бабок-ежик, и кикимр. Дарья Киреева, Галина Поликарпова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».